В эфире программа «Время истины» студии Марьяна Баштовая и Андрей Мазиков. Здравствуйте! Основные темы выпуска. День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Торжества прошли в Донской митрополии. Беженцам из Украины доставлена крупнейшая партия гуманитарного груза, сформированная социальным отделом Ростовской на Дону епархии. Библейский идеал государства и права. Межвузовский круглый стол под таким названием прошел в Донской столице. Они дали пример идеальной христианской семьи. Именно за это были удостоены церковного почитания. Именно поэтому их жизнь вот уже более восьми веков служит примером должного отношения супругов к церковному браку друг к другу. 8 июля – день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. В городе Волгодонске есть скульптурная композиция святым благоверным князьям. Молебен в честь Петра и Февронии совершил епископ Волгодонский Исальский Корнилий. Невзирая ни на что, ни на какие трудности и испытания, мы должны иметь любовь друг к другу. И если мы с вами сегодня откроем житие или прочитаем жизнь Петра и Февронии, то мы увидим, сколько им пришлось претерпеть. Но ничто не могло разлучить этих святых супругов. Летний праздник любви и верности уже давно полюбился россиянам. Торжества в этот день всегда масштабны и разнообразны. О том, как отмечали день памяти святых Петра и Февронии в Ростовской наданной епархии, наш следующий сюжет. В это утро на литургии их имена. Святые Петр и Феврония Муромский. Символ и образец для тех людей, для которых семья, любовь и верность не просто слова, а образ жизни. Престольный день строящегося Ростовского храма – точка отчета торжеств. Начало любимого летнего праздника. Святые благоверных князей Петра и Февронии Муромских, их же и память мы не совершаем. Святых и праведные Бога Отец и Акима и Анны, всех святых помилует и спасет нас. Якоблак и человеколюбец. Память о святых, живших в 13-м столетии, сквозь века только крепнет. Их история – иллюстрация принципа христианской жизни. Быть вместе, невзирая на обстоятельства. Сохранить веру и верность, невзирая на соблазны мира. А эту тему в праздничные дни нельзя было обойти молчанием. Продолжение давнего разговора о проблемах семьи уже в 21-м веке – инициатива молодежи епархиального отдела и законодательного собрания. Сохранение семьи, тема абортов, а также все то, что искажает или напротив, утверждает образ брака. О своем опыте развития христианской семьи молодежи рассказал про теорий Иоанна Сяк. Он – отец 18 детей. Вообще дети и их воспитание – один из центральных вопросов круглого стола. Каждый ребенок – это некая сопровища, которая Бог тебе дает. То есть ты любишь человека, но если действительно ты его настолько сильно любишь, можешь ты отказаться от того, что она тебе подарила твоего же… Твоего же не просто появилось, но это же какая-то гармония между вами. О том, что дети – дар Божий, хорошо знают прихожане храма святого Александра Невского. Такие аттракционы на территории храма давно уже не редкость. За последнее время количество малышей в приходах заметно увеличилось. Поэтому и открытие детской площадки Иерии Владимир Хайров приурочил специально к празднику Петра и Февронии. Чтобы еще раз сказать, семья – это малая церковь. В этом уверены и сами прихожане, чьими силами и создавалась площадка. Вы знаете, что здесь многие прихожане и с молоками, и с шуруповертами. Мы все это делали. Мы насаживали вместе жасмин. Мы делали зеленое ограждение вокруг площадки. Благодаря тем людям, которые откликнулись и помогли кто чем мог. Кто-то ковку не делал, кто-то озеленил, кто-то купил бакуты. Главный принцип работы этого маленького детского мира – доступность, безопасность и яркость. Родители рады особенно. Несмотря на то, что день выдался дождливым, прихожане выполнили все задуманное. Эту праздничную выставку подготовили сами дети с их наставниками в воскресной школе. Главная тема работ – образы счастья. Я считаю, что воспитание таких фундаментальных ценностей, как любовь, верность, забота, доброта – это должно быть и те с детства мы должны воспитывать. Тогда будут у нас и в будущем верные мужья, любящие и заботливые жены. А вот день семьи уже в национальном духе. Жители села Кокольник настроены возрождать старинные традиции семейных торжеств. А вот мы на этой площади сейчас проводим такие мероприятия для селян, для гостей нашего села. Участвуют в нашей организации этого праздника, организовывают молодежный отдел воскресной школы, молодежный отдел нашего храма. Так масштабный день семьи, любви и верности в селе Кокольник отмечают уже третий год. Поэтому дети уже имеют хороший опыт выступления. Для всех собравшихся выступили ребята из казачьего духовно-патриотического лагеря «Спас». Лагерь расположен неподалеку от села. Дети продемонстрировали то, чему они учились за две недели. Еще одна особенность праздника – выступление семейных коллективов. И, конечно, семейные конкурсы. А кто побывал на празднике впервые, делится своими впечатлениями. Очень рады, хотим, чтобы почаще проводилось в нашем селе такие мероприятия. Деткам очень нравится, получаем заряд позитивных эмоций. Все замечательно. Образов праздника множество, сколько и способов его отметить. А идея одна, выраженная в триединстве, в трех простых словах – семья, любовь и верность. Екатерина Рычкова, Марьяна Баштовая, Андрей Мазиков. Телестудия «Дон православный». Праздничное богослужение, беседы о духовной жизни и православных традициях, работа детской развивающей площадки «Пчелка» и многое другое. Это стала программой миссионерской экспедиции, прошедшей в рамках просветительского проекта «Книга Ноша» победителя грантового конкурса «Православная инициатива». Организаторы – отдел по делам молодежи миссионерскому служению Ростовской на Дону епархии. Подобные миссионерские мероприятия проводятся не в первый раз. Эту экспедицию было решено провести в станице Мишкинской, Оксайского благочиния, в день престольного праздника станичного храма в честь Рождества святого Иоанна Предтечи. Сразу несколько знаменательных событий для станицы Мишкинской. День ее основания – великий праздник Рождества Иоанна Предтечи. И, конечно, престольный день – особое торжество для всех, кто пришел на праздничное богослужение. Хороший праздник. Он один раз в год. Хороший праздник. Благодарим Господа, что нас он допустил до этого праздника и что мы здесь побыли. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии Иисуса Христа, а потом будет крестить его в водах реки Иордан. По церковной традиции в день престольного праздника не обошлось без крестного хода. Это стало завершающей частью торжественной службы в храме. Очень символичное название улицы, на которой расположен Притеченский храм – улица Просвещения. Школьницы Наташа и Настя потянулись за знаниями. Я знала, но не ходилось. Каждый христианин должен носить крестик. Это, во-первых, знак того, что он является православным христианином, но еще это наше оружие против темных сил, которые нас всегда склоняют к делать что-то плохое. Либо мамину грубить, либо попоссориться с друзьями. А мы должны показывать пример своим сверстникам, что мы… Это передвижная библиотека. Каждый желающий может унести с собой понравившуюся ему книгу. А в Мишкинской библиотеке теперь появился стенд с духовной литературой. Эти книги собраны силами Донской митрополии. Приходы откликнулись на нашу просьбу. У кого остались залежавшиеся книги после обновления своей библиотеки, они приносили, жертвовали на такие наши миссионерские экспедиции. Особую благодарность хочется сказать восточному благочиню. Почти весь фонд, который был пожертвован, это силами этого благочиня. Миссионерский проект «Книга-ноши» разработан таким образом, что каждый желающий может найти для себя занятие по душе и принять участие в общем миссионерском деле. Православные волонтеры проводят с местными жителями духовно-просветительские беседы прямо на улице. Развивающая детская площадка «Пчелка». Тематические игры, викторины, занятия декоративно-прикладным творчеством. Так юные местные жители знакомятся с азами православной веры. Они возвещают нам какие-то события. События какие? Ну вот, благовещение возвещали. А тебе конкретно помогают? Да. Иногда я помолюсь ангелу-хранителю, мне лучше станет. К чему призывал Иоанн Христитель? Ну, чтобы они покаялись. Ну, бывает молитва еще покаянная, когда мы просим им Господа прощения. Если бы мы святыми были, нам бы не приходилось прощения просить. Так как мы грешные люди, да, и часто ошибаемся. Ошибаемся. Всего у организаторов в этом году запланировано пять экспедиций в отдаленные части Ростовской области. В те места, где либо совсем нет прихода, либо он только-только развивается. Это еще и большая помощь священнику в созидании православной общины. По словам руководителя отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской надонной епархии, проект имеет большое будущее. Сейчас только наращиваем свой потенциал, приобретаем все необходимое оборудование для того, чтобы совершать такие поездки, которые дальше будут более длительными, и в них участвовать будут различные уже миссионерские команды, не только одна, а их будет много. И к этой же работе мы будем стараться привлекать и новую молодежь, которая только приходит в наш храм и воцерковляется, они уже имеют такое вот желание проповедовать, и я так думаю, что вот этот проект будет расширяться. Марьяна Баштовая, Андрей Мазиков, телестудия «Дон православный». Петр и Павел – два столпа веры. Совершенно разные люди с непохожими характерами. Вдохновенный простец и неистовый оратор. В жизни каждого из них был переломный момент, сделавший их тем, кем они стали. 12 июля церковь празднует День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Подробности в нашем сюжете. Прихожане храма святых Петра и Павла постепенно открывают для себя образы этих двух апостолов. Постепенно, потому что храм только создаётся, стены уже есть, храмовое убранство в перспективе, а вот первый престольный праздник – это, по сути, начало богослужебной истории храма. А главное – очередное воспоминание о личностях двух, столь непохожих друг на друга людей, которых однажды раз и навсегда объединил Христос. Один – Петр твёрд в вере. Недаром его имя происходит от греческого слова «петрос», что значит «камень». Отрёкшись от Господа однажды, Пётр из апостола вновь превращается в простого рыбака, а воскресший Господь, видя его раскаяние и великую любовь к нему, восстанавливает Петра в апостольстве и доверяет ему тяжёлое служение – «паси агнцев моих». И до конца своей жизни, которая завершится мученической кончиной в жестоком Риме, апостол Пётр будет верен Богу. Он – автор двух соборных посланий, вошедших в Новый Завет. Павел – образ разума, а его жизнь – пример того, как Господь может преобразить человека. Из жестокого гонителя христиан-фарисея Савла он вдруг превращается в пламенного христианина Павла. На пути в Дамаск, где Савл думал бороться с христианами, он вдруг слышит самого Господа, который обращается к нему с поразительными словами – «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?» И в этот момент не стало Савла, но родился апостол Павел – проповедник, путешественник, автор новозаветных текстов, 14 апостольских посланий. Свою жизнь, как и апостол Пётр, он мученически завершил в Риме. И вот эти два апостола первоверховных, сегодня ныне празднуемых, все проповедуют о том, что Христос воскрес и воскрешает всякого для того, чтобы соучаствовать в сотворении благодати того потерянного мира, который Адам и Ева в свое время разрушили из-за своего самовольства. И мы сегодня через усилия приобретаем это Царство Небесное. И мы сегодня здесь собрались, в этом новом храме, проповедовать Тебя, Господи. Не все здесь закончено, мы это совершим. Главное, Церковь заключается не в стенах, а в сердцах людей. Ибо Церковь – это сообщество людей, проповедующих Христа Воскресшего. Это значит «мы». И мы не сокрушим, пока мы со Христом в причастии и через покаяние. Аминь. Их почитание началось сразу после их кончины. Впрочем, почитали апостолов и приземной жизни. Такие разные, но каждый по-своему составляющий целостность человека. В руках у обоих, в прямом смысле, Царствие Небесное. Часто на иконах Петр изображается с ключом от врат рая – символ учения Христа. В руках Павла – Писание или меч, как Слово Божие. Что это, как не вход в Царствие Небесное? Глава Волгодонской епархии посетил пункты временного размещения вынужденных переселенцев из Украины. Епископ Волгодонский Сальский Корнили побывал в Зернограде, Сальске и Пролетарске. В ходе встречи беженцы рассказали владыке Корнилию о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на родной земле. И поблагодарили за оказанную помощь и теплый прием. В заключение, епископ Корнили вручил вынужденным переселенцам предметы первой необходимости и подарки – иконы Пресвятой Богородицы. И в продолжении темы. Крупнейшая партия гуманитарного груза для вынужденных переселенцев из Украины, нашедших временный приют в палаточном лагере МЧС в Новошахтинске. Она была сформирована социальным отделом Ростовской наданной епархии. Две тонны продуктов, средств гигиены и предметов первой необходимости были загружены для отправки беженцам на складе Ростовской епархии в Северном жилом массиве – одном из самых крупных благотворительных складов региона. Подробности в нашем сюжете. Волонтер Наталья Камова проводит на складе гуманитарной помощи все свое свободное время. Лично встречается с украинскими беженцами, узнает, что им необходимо в данный момент. Была недавно семья, у него полтора месяца ребенку, мальчику два месяца, два годика, 16 лет. Вообще без ничего пришли. Они даже просили у нас денежку на проезд. Полностью. И дали стиральную машинку, коляску, обеспечили памперсами, обеспечили продуктами. Они очень благодарны. Работы на благотворительном складе очень много. Донская митрополия помогает беженцам с начала июня. За это время волонтеры разобрали почти 420 тонн гуманитарной помощи, пришедшей со всех приходов Донской митрополии, а также от частных лиц и благотворительных фондов. Еще беженцы помогают друг другу. Огромное количество беженцев обратилось сюда, в этот пункт, именно сюда, на склад. Общее количество более 1840 человек обратилось с 1 июня сюда. И эти же беженцы, которые получают здесь помощь какую-то, они принимают участие здесь, в этом складе, формируют грузы и отправляем, вместе с ними туда отправляем. Елена Рыбина приехала из Краматорска с семьей. Им повезло. Здесь они нашли себе не только кров. Муж и дочь устроились на работу. Сама Елена пока работать не может. Женщина беременна. Присматривает за младшим сыном. Сюда мы приходим раз в две недели. Мы берем продукты, вещи, ребенку игрушки. Помощь социальный отдел епархии доставляет и непосредственно в места пребывания беженцев. Вот очередная доставка крупного груза, организованная Донской митрополией для людей из палаточного лагеря под Новошахтинском. Помимо предметов первой необходимости, вещей, продуктов питания и средств личной гигиены, привезли и 10 летних душевых кабинок. Всего 20 тонн груза. То, что просили сами беженцы. Но и это далеко не все, чем может помочь церковь. В последнее время нередки уже случаи, их десятки и десятки, когда священник обращается с омвона к своей пастве с просьбой не просто оказать какую-то помощь предметам или едою, или какой-то вещью, а непосредственно принять боль людей в самом буквальном смысле в свою собственную семью, разделить эту боль. И начались у нас десятки и десятки примеров и случаев, когда люди после таких вот обращений пастырей начали брать людей в свои семьи. Наши друзья в такой трудной минуте оказали нам серьезную помощь. Это шахтинская епархия. Они с нами с первого дня здесь, в этом лагере. Каждый день, как уже было сказано, здесь находится или отец Владимир, или отец Роман. У нас работает вот такая походная церковь, оказывает духовную поддержку и помощь нашим беженцам с Украины. Священники призваны поддерживать дух людей, которые лицом к лицу столкнулись с войной. А в этой часовне в честь преподобного Серафима Саровского некоторые переселенцы приняли святое крещение. Крестными родителями становятся люди, работающие в МЧС. Лагерь становится большой семьей. Мама захотела покреститься именно тут, именно сейчас, в данный момент. Просто выбрали девочку из МЧС, она выбирала уже крестного. Подошла, попросила, и он согласился. Людей обеспечивают предметами первой необходимости. Главный вопрос, что же будет дальше? Вернутся ли беженцы на Украину или останутся в России? Лагерь – это лишь временная мера. Проживающим здесь также нужна помощь, связанная с оформлением документов. Конечно, тут организован досуг для детей разных лет. Есть детские площадки, комнаты для игр. А Саша признается, что очень скучает по своим одноклассникам, которых рядом с ним сейчас нет. Звонил им, спрашивал. Один остался там в Славянске. А его там батюшки? Остался. А некоторые там уехали. Кто в Лагерь, кто бабушки всего, кто в России сюда. И еще Саша очень надеется, что в этом году он все-таки пойдет в школу. Екатерина Рачкова, Андрей Мазиков. Телестудия «Дон. Православный». Библейский идеал государства и права. Межузовский круглый стол под таким названием прошел в Ростовском юридическом институте МВД России. В нем приняли участие преподаватели, аспиранты, курсанты, слушатели, студенты Ростовского юридического института МВД России, Южного федерального университета, Донской духовной семинарии, а также представители епархиальных отделов. Основным предметом обсуждения стала научно-публицистическая статья докторанта Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, ректора Донской духовной семинарии, протеория Тимофея Фетисова, под названием «Библейский идеал государства и власти в богословии Ветхого Завета». В ней, по словам автора, была предпринята попытка воцерковить теорию государства и права посредством богословской рефлексии. Доклады участников круглого стола будут опубликованы в четвертом номере журнала «Философия права». Издавна в России в формировании нравственных качеств воинов важное значение имела русская православная церковь. Связь церкви и воинства сложилась вместе с дорождением российской армии. На протяжении всей истории, до 1917 года, церковь являлась духовной наставницей воинов и первая благословляла воинов на подвиг в защиту Отечества. В связи с этим особая роль в русской армии принадлежала и принадлежит военному духовенству. Осуществление пастырской и духовно-просветительской деятельности среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных учреждений и членов их семей – это лишь некоторые элементы деятельности отдела по работе с вооруженными силами и правоохранительными органами Ростовской наданной епархии. Наша съемочная группа провела один день вместе с руководителем отдела, протеереем Андреем Немыкиным. Мы находимся на территории 7-го отряда специального назначения внутренних войск МВД России. Отряд называется «Росич». Отряд имеет не такую уж долгую историю. Он был создан 18 августа 1992 года. Но с этого момента прошел славный, очень значимый боевой путь. В его составе 7 героев России, к сожалению, 6 из них посмертно. Задача отряда, прежде всего, действия в вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации. Локализация этих конфликтов, обезвреженный террористический групп. Духовное окормление отряда началось с марта 2000 года. Но вот уже без перерыва, можно сказать, продолжается к 14 лет. Фактически и военное духовенство в нашей епархии Ростовской начало возрождаться примерно с этого же времени, с 2000 года. Еще в 1999 году был подписан ряд соглашений. Но реально уже окормление воинских частей начинается именно с этого периода. Ну, надо сказать, что, конечно же, наша деятельность, она направлена прежде всего для того, чтобы укрепить веру верующих. А те, кто не веровал или те, кто не задумывался о Боге, рассказать им о Боге, рассказать им о цели жизни. Привести их ко Христу по возможности, если человек сам того пожелает. Наша задача – показать красоту и силу нашей веры, поделиться нашим духовным опытом, ну и приобщить человека к делу спасения, которое завещал нам Господь через святых своих учеников и апостолов. Вера мне вообще помогает по жизни. Я верующий, православный, сам по себе человек. Вот меня с детства крестили как-то. Ну, вот помогала мне вера по жизни. Я не сталкивался там с войной в своей жизни, да, вот как мои товарищи. Ну, вообще в повседневной жизни бывают такие моменты, когда вспоминаешь Бога, ну и Он помогает тебе. И это было очень часто. Сейчас мы находимся возле часовни, построенной в честь великомученика Победоносца Георгия. Ну, во многих подразделениях, во многих частях есть подобные часовни. Они либо каменные, либо деревянные. Там, где нет возможности пока поставить часовню, есть молитвенные комнаты, специальные помещения для этого. Вот, в часовнях празднуется наиболее значительное событие. Дни создания воинских частей, вот, дни воинской славы отмечаются, совершаются молебны, панихиды, ну и, конечно, дни памяти. Там, где подразделения прошли, ну, какой-то такой славный боевой путь, обязательно совершается поминовение павших воинов. И видели, в самой часовне есть поминальные доски, мемориальные, на которых написаны имена. Не дай мне, Господи, дрогнуть трудную минуту и оставить товарища с вами на поле боя. Дай мне, Господи, шесть и исполнить мое служение во славу имени святого твоего. Избавь мне, Господи, от внезапной гибели и ранения пленения, и да будет воля святая во всем. И если настигнет меня мой смертный час на поле брани, дай мне силы встретить его с мужеством отвагой, которая подобает воину спецназа. Аминь. Эта молитва родилась в Шатое, в командировке. И вот этот текст родился, можно сказать, из боевого опыта и из веры всех бойцов, которые в данный момент находились в этой командировке. Священник, он больше как бы слушает человека, правильно? Вот, и дает, не оценивает его. Старается как-то понять и донести, наверное, до него, что он делает правильно, что неправильно. Нет, осуждая. На этом наш выпуск завершен. Подробности доступны на сайте Ростовской надону епархии, ростовепархия.ру, на сайте телестудии Дон Православный, donprav.tv.ru, а также на медиапортале Донской Метрополии, dmdefisportal.ru. Мы с вами прощаемся до следующей недели. В студии были Марьяна Баштовая и Андрей Мазиков. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова